Я хочу поздравить всех американцев, которые добились победы Дональда Трампа и сегодня они ликуют, сегодня большой праздник в Америке, поздравить всех наших граждан, которые тоже косвенно болели за победу Трампа. Я действительно обещал вчера, что сегодня в честь победы Трампа мы выпьем по бокалу шампанского и я пригласил всех в Государственную Думу, кто пришел, мы им всем налили бокал шампанского, депутаты были, журналисты. Это наша общая победа, это праздник, обязательно будут положительные изменения. За победу, за Дональда Трампа, все пьют шампанское. Владимир Вольфович, скажите пожалуйста, Владимир Вольфович, тем не менее, вы верите, что риторика Трампа превратится в дела? Вот правда? Что Крым может признать санкции с ними? Обязательно. Да, это новый рубеж. Дональд Трамп не будет делать так, что вот выборы закончились, теперь старая политика. Нет. Абсолютно новые будут дипломаты и посол США сегодняшний уедет в Вашингтон. Обязательно будут изменения на Ближнем Востоке. И Дональд Трамп уже сказал, что если нужно действовать Россией вместе с Израилем, вот такой момент. На Украине, Украина близко не нужна США, они на карте ее найти не могут. И Афганистан, там могут быть изменения. То есть по всем болевым точкам произойдут изменения, и они в пользу и Америки, и Европы, и России. Все выиграют в этом плане. Это естественно. Люди устали от вегемонии одной страны. И они устали. Как бы они не хотели оставаться на Олимпе, это тяжело. Чтобы продолжать оставаться на Олимпе мировой политики, им нужно приступить к началу большой войны. Они этого не хотят. А мирным путем они себя полностью исчерпали. Поэтому начнется новая политика. И в 2017 году, в 2018, во все последующие, мы увидим другие международные отношения. И санкции будут все сняты. И на Ближнем Востоке война затихнет. И в Киеве будет другое правительство. И с Афганистана не будет никакой угрозы для нашей Средней Азии. И будут нормальные отношения между Россией и Китаем. Это большие выборы. Это нужные выборы. Те, кто не понял, они не умеют анализировать. Они не умеют прогнозировать правильно. И сегодня им обидно, что они все делали ставку на Хиллари Клинтон, а победил другой человек. Дональд Трамп. Это знаковая фигура и знаковые... Большое событие для всего человечества. Это начало новой эпохи. И в этих новых международных отношениях Россия займет снова свое достойное место. И вся русофобия уйдет дальше. Ее не будет русофобией. Будет три центра. Вашингтон, Москва и Пекин. Вот на троих мы разделим все тяготы и радости мировой политики. Спасибо. Спасибо.